Приветствую! Это LEGO Fortnite и мы продолжаем. Сегодня в серии нам необходимо будет достроить дом, но прежде чем мы это сделаем, нужно. Для чего мы строим дом? Помимо того, чтобы там жили наши гости и для того, чтобы развивать наше поселение. Нам чуть-чуть не хватает до восьмого уровня, но чтобы его получить, нужен необработанный янтарь. Самоцвет, который можно найти на плоскогорьях сухой долины, то есть в пустыне. Поэтому мы сейчас отправляемся в пустыню. Я собираюсь снаряжению. В принципе, по снаряжению у меня все ок. И можно уже сейчас выдвигаться. Там у нас радуга. А где у нас плоскогорья? Скорее всего, вон плоскогорья. И именно туда мы и направляемся. Хотя там какие-то горы на плоскогорья не совсем похожи. Вот мы и дошли до этих прекрасных садов. Но тут дикое течение. А это что такое? Ты кто такой? Там что-то у кого-то что-то выпало. Это что за ерундуина такая? Лохнецкое чудовище что ли? Чешуйка вон. Меня снесет? Я забрал. Чешуя песчаного. Кто? Песчаного уже ужасня. Песчаный ужас не существует еще. Ой, елки. Надо быть очень аккуратным. Кактусы. Забавно. Мне сказали, что зимний биом куда сложнее. Что это было? Куда сложнее, чем пустынный. Поэтому в пустыне мне должно быть полегче. О, новые ягоды. Перчики, перчики, перчики. Жгучие перчики нам пригодятся для того, чтобы заходить в зимний биом. Так что можно собрать. Пока что ночь. Я вовремя пришел. И тут не так горячо и жарко. Я теперь могу делать острые бургеры. Поскольку у меня есть жгучий перчик. Вот. Но когда будет рассвет, мне начнет припекать головешечку мою. А это что такое? Прикольно. Ёлки-палки, я батут нашел искусственный. Точнее, не искусственный. Настоящий. Искусственный это если бы тут сейчас надувной матрас лежал. Какие здесь огромные кактусы. Ага. А, их нельзя срубить. Ясно. С другой стороны, то что я ночью. Тут повылазили монстры и волки. Надо очень аккуратно ходить. Где мне янтарь добыть? Я опять в лес, по-моему, зашел. Да, какой-то? Мне это вглубь нужно. Где пустыня? Мне нужно вернуться на пустыню. Так, что-то я... Я походу... Подожди, надо карту нажать. А! Напали. А, мне в ту сторону надо. По реке, короче, надо идти. Вверх. Я немножечко скосил. Окей. Идем по реке вверх. Вот. Вот эти вот возвышенности. Вон, на них, наверное, янтарь-то светится. Ух ты, новый волк! Новый волк, новый волк. И он довольно жестокий. Ну, в смысле, по здоровью. У меня больше здоровья, чем у обычного простого волка. И у ворот, что-то у меня плохо работает, как-то с ним. Что я там подобрал? Какой-то клык необычный. Песчаный коготь. Ну, ок. Пожалуй, стоит пожрать. Потому что я хочу жрать, и у меня мало здоровья. Думаю, так будет достаточно. И как мне туда теперь забраться? Я надеюсь, что янтарь просто собирается. Его не нужно отколупывать. Добывать как гранит при помощи кирки. Но сейчас самая главная для меня проблема – это туда залезть. Вон, я его уже вижу. Да, похоже на янтарь. Ну, дерево надо срубить. Веточки набрать. Потому что у меня нет древесины с собой. Вот, тут как раз веточки лежат. Так, на меня согрились тут все. Я только достал топор, и на меня все согрились. Быстро я их. Ну, с скелетами на самом-то деле везде просто. Значит, что мне нужно? Построить вот такую штуку. Да блин. И сломать ее. Надо убрать только еду. Березочки, простите меня, но мне нужно дерево. Чтобы забраться наверх. Сколько? Восемь древесины. Я думаю, у меня этого будет достаточно. Когда там уже рассвет? Жалко, часов тут нет. Сухая долина. Пишут мне. Хотя мы уже давно об этом знаем. Ну что, я... Я думаю, что вот так вот начнем строить. Залезли. О! Тут у нас есть гейзер. Давай запрыгнем в него. Ю-ху! Вот я и добрался. Вот я и добрался. И да, придется отколупывать этот янтарь. Хорошо, что я сделал кирку. Надеюсь, это та кирка, которая мне поможет добыть этот янтарь. Фух, слава богу, что нет еще и третьей кирки, которая бы все это ломала. А то я бы здесь изрядно попотел. Пришлось бы домой бежать, изобретать эту кирку для янтаря. Сколько там янтаря-то нужно было? Десять штук? А добывается он по одному вроде, да? А, четыре уже у меня. Ладно, я думаю, с этим мы сейчас разберемся быстро. И по-хорошему... О, рассвет. Сейчас, походу, будет припекать тут. По-хорошему я хочу залезть на самый верх и посмотреть, не спрятали ли там чего-то ценное. До этого янтаря мне не достать. Явно придется делать лестницу. Так, можно... Ага, пока янтарь не сломаешь, дальше не пройдешь. Отлично. Десять янтаря у меня в кармашке. Это меня радует. Но не радует то, что у меня последние две древесины для постройки лестницы. И здесь как бы не очень лучший вариант строить ее. Поэтому мы сейчас это все ломаем. И будем искать другое место для постройки лестницы. Вокруг сейчас тут оббегу все. Тут тупик. Скорее всего, где-то тут будем строиться, наверное. А, вот тут гейзер есть. Отлично. У-у-у, слушай, может быть там, где я лестницу первую строил, тоже где-то гейзер был? Я просто не обратил на это внимания. Тут как бы без проблем без лестниц можно ускорабкиваться. О-о-о, смотри, смотри, смотри. Уже начинает припекать. Видишь, как горизонт искажается от жары? Но мне пока нормально. Видимо, я не в центре этой... А-а-а, янтарю. Ух. Ну, ладно, ничего страшного. Видимо, я не в центре этой сухой талины. И тут не так сильно припекает. Пошли обойдем эту гору. Посмотрим, может тут... О, вот гейзер. Лезем выше, значит. Раз нам дают такую возможность... Сундук! Белый сундук! Я таких еще не видел. Действительно, наверху спрятали кое-что ценное. О-оу! Кирка у меня ломается. Походу, мне осталось еще два янтаря добыть и все. Блин, надо было побольше кирок наделать. Обычная кирка... Вот, вот эта кирка и можно? Сейчас попробую. Неа. Можно ее выкинуть нафиг. Это мне от скелетона досталось. Она сломалась и не дала мне доколупать последний янтарь. Что ж, не страшно. Я хочу, короче, спрыгнуть вниз. Было больно. Вот так. А, не долетаю. Слушай, чуть-чуть. Но если я сделаю вот такой вот маневр... Ну-ка. Давай попробуем. Стоим. Да, пол... Блин, а сейчас залетел даже и без ступенек вот сюда на краешек. Хм, странно. Ну что, давай посмотрим, что в этом сундуке. Я надеюсь на что-нибудь интересное. А тут всего лишь тыква и кукуруза. И даже не сами овощи, сколько их семена. Да уж. А, его еще и руками не сломать. Я понял. Какой-то прочный. У него зато, смотри, сколько тут места для хранения. Я такие сундуки хочу. Вот бы забрать его все домой. Что, на самый верх у нас... Вам жарко. О, начинает припекать. Я думаю, что на самом верху нам там делать уже нечего. И я, пожалуй, съем снежную ягоду. Чтоб мне не так сильно припекало. Вот. Она от жары нас спасет. Ну, а теперь можно потихонечку спускаться. Да почему я ломаю себе кости-то? Оп. Оп. Аккуратненько. В пустыне... Вон, допустим... Вон туда бы я забежал. В тот домик. Полетели. Фух. Я думал, я сейчас тут разобьюсь с этой высоты. Но когда ты с гейзеров прыгаешь, тебе как бы пофиг. А это что такое? Откуда здесь порох? Прикольно, что я с факелом плаваю, да, как-то? Берем порох. Кость. Чья-то? О, о. А, ну это не ягоды. Подожди, ну можно это срубить, да? Ясно. Я-то думал, тут фрукты или ягоды какие-то будут. Ну, нифига. Просто лианы мне дают, и все. И немножечко древесины. Дошел до этого здания. Сейчас посмотрим, что там у нас. Надо делать динамит. Вот что, там кто-то есть? А, это курица. Белый сундук. Короче, белые сундуки, они обычные, я так понял. Особенно в пустыне. Поэтому вам снова жарко. Надо сотрать эту снежную ягоду. Там вон еще наверху что-то есть. Еще один сундук. Опа! Кто это у нас там? Надо к нему близко не подходить. Короче, берем и подрываем. Слава богу, тут динамит оказался. Кидаем его... Стой, подожди, подожди, подожди. Поставь его, пожалуйста. Не... Я хотел поставить его. Ну, как бы нормально пойдет. Верх не обвалился. Значит, можно залезть. Стрела. Морковка? Нет, тыквенная семечка и паутинка. Все. Место занято. Теперь можно драпать домой. А где мой дом? А, ну я, в принципе, правильно смотрю. Мне туда. Давно, кстати, фейка не появлялась. На меня, короче, этот колобок согрелся. Надо его мочкануть, наверное. Давай попробуем. Посмотрим, насколько он крепкий. У меня сейчас меч сломается. Походу. Сзади еще волк. Меч сломался. Это не круто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут еще и волк. Блин. Какого? Готов. Мне вот эта штучка нужна, и все, я побежал. Места нету. Капец. Убегай. Мне надо что-то выкинуть срочно. Бежим, 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 бежим. Воду, 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 воду. Он же не достанет на складе? Фух. Я правильное решение принял. Отхалываемся, возвращаемся. Не надо собрать ту штуку. Мне кажется, она пригодится нам для нового этого. Песчаная раковина. Да почему я ее взять-то не могу? Пригодится для нового амулета этого песчаная раковина. По-моему, я видел, что она нам нужна. Отстань от меня, песчаный волчара. Достал. Так, где мой дом? Он где-то на горе должен быть. Я его пока не вижу. Как близко ты подобрался. Прежде с ним сразиться. Он достал. Наконец-то. Куда мне бежать? А, так вон, я уже вижу дом свой. Ура, я дома. В своем поселении. И у меня тут новый дружбан какой-то. Ремонтница. Но пока я тебя не могу принять. Значит, у меня же еще товарищи могут подарки теперь дарить. Надо бы посмотреть, что мне кто хочет подарить. Только, правда, надо раскидать шматье куда-нибудь. Куда-нибудь. Давай здесь, что ли. У меня опять кто-то дома сидит. Кто там? У меня ускала, что ли? Вот усатый перец, а. Делаю, короче, еще один сундук. Нужно скинуть все это барахло. Ну, а теперь я сейчас пройдусь по всем. Может, мне кто подарочек все-таки подарит. Привет. Сюрприз. Эту схему я дарю тебе. О, спасибо. Что там у нас. Кухонная утварь. Ну, конечно. Он же на кухне работает, поэтому он мне дарит кухонную утварь. Где у нас еще кто? Может быть, ты мне что подаришь? Бывает скучно ходить по тропкам в одиночку. Надо бы позвать друзей. Нет, она мне ничего не дает. Ну, тогда пока. И фермерша, пойдем к ней сходим. Эй, Ромашка, как у тебя тут дела? Остерегайся волков. Обычно они ходят с тайми. Ну, понятно. Она мне тоже ничего не подарила. Поэтому переходим к созданию нового амулета. По-моему, можно было. А, блин, здесь нужно было еще парочку раковин. Ну, ладно, тогда мы эту раковину здесь оставляем. Посмотрю, что нужно для улучшения верстака. Чтобы улучшить верстак, нам нужно... Ну, и тоже песчаная раковина. Три штуки. Значит, придется вернуться в пустыню и добыть пять раковин. Но прежде нужно посмотреть, что еще нужно нам. Значит, мраморный блок. Сколько у меня его? Он у меня один. Но еще есть куча необработанного мрамора. Запихиваем его сюда. И, пожалуй, настало время сделать динамит. Хочу посмотреть, насколько он мощный. Решил зайти на свою кухню, посмотреть, что нужно для острого бургера. Он, короче, добавляет четыре сердечка, десять минут защиты от холода. Но для его изготовления нужна мука. А я ее еще пока изготовить не умею. Блин, столько радуг. Тут радуга. Там радуга. Вы что, с ума сошли? Или это одна и та же радуга? Нет, не думаю. По разным направлениям они идут. В общем, пока у меня тут делается мрамор. Мне его нужно 30, у меня сейчас 19. Я предлагаю сбегать снова в пустыню и добыть побольше раковин. Дошел до пустыни, а тут бандиты. Пока они отвлекаются на скелетов, я быстренько проберусь и стырю их в сундук. Похоже, это ковбой. А он тут стыд. Давай вот так вот сделаем. Кидаем. Есть. Подорвали одного скелета. Но я думал больше. Эти ковбои, блин, такие сильные. О, с кулака его вынес. В нем порох был? Серьезно? Ну ладно. Нифига себе, у них тут порох. Арбалет подобрал яйца. Мечи теперь стали появляться. Ёлки-палки. Смотри, сколько тут всего ценного. Вот это вот я подберу стрелу. Пороха просто завались. Его даже делать мне не надо. Это круто. Это очень круто. Сейчас пойдем посмотрим, что там в сундуке. Что они тут охраняли. А. Понятно. Хочешь за сундуком? Строй лесенку. Не проблема. Сейчас замотим. Ну-ка, показывай. А сундук-то какой интересный. Ай. А че? А почему? Ух тых 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 тых. Так. Подожди, подожди, подожди. Чтоб они сюда не залезли. Надо сломать. Такие прибежали, появились. Причем там один типок какой-то крутой. Значит я снял защиту с этого сундука. И на меня сразу же побежали. Че, постреляю с арбалета. Ой-ой-ой-ой. А че от? Нифига себе вас тут. Вы че, откуда вылезли-то такие крутые? Достают как-то, умудряются. А, он в меня кидает че-то. У меня сейчас арбалет сломается, но это не мой. Поэтому не страшно. Кстати, как насчет дин... А, нет, я тогда здание подорву и могу упасть. Динамит захотел ее в них кинуть. Лучше не рисковать так. Да блин, мазю. В шапку ему вот надо попасть. Есть. А теперь от меня лови. Они в камни кидают, засранка. Ну все, разобрались. Фух. Мне показалось, или тут пустынник вылез? А, нет, это скелеты вам повылазили. Ладно, значит, вот бутерброд, который я хотел сготовить. Пороха дофига. Грибочки как бы, ну нафиг они мне нужны. Шерсть. Шерсть мне тоже нафиг не сдалась. И яйцо можно съесть. Давай я сейчас его и съем. Выпью. Оно же сырое, наверное. Изготовленное. Арбалет вот этот можно тоже выкинуть. Сюда вот его. Кстати, этот сундук сломать можно? Можно. Ну, пускай тут тогда все и валяется. А я пойду вниз порох соберу. Порох и стрелы. Все, все остальное мне не надо. Откуда вас так много набежал-то? Йо-йо-йо-юшки. Мама-трешки. Кукурузу возьму. Мне, наверное, стоит отсюда бежать. Где мой меч? Где мой меч? Ух! Горячо! Горячо как-то. А че ухся на меня? Волк, а как же скелеты? Ты же их ненавидишь больше, чем меня, наверное. Хотя я бы так не сказал. Вот, скелеты начали его долбить. Это хорошо. Это мне на руку. Пускай они его мутузят. А я, наверное, пойду по своим делам. Че я там искал? А! Мне эти колобки нужны. Панцири их. Мне нужно пять панцирей найти. Луна ушла, и сейчас будет, походу, рассвет. О, слава богу! Ура! Рассвет. Я тут сундуки нашел? Ага, я бы этих сундуках ковырялся. Блин, эти сундуки бы сломать. Черт, у скорпионы повылазили. Причем мощные они. О, мясо это как раз. Что, что, что? Они взорвались и отравили меня своим едким ядом. Надо что-то сожрать. Ну что ж, динамит, наверное, пожалуй, я уберу. Продолжаем поиски колобков. Пока что я вижу только скорпионов. Что-то они на меня прям так активно агрятся. О! Кажется, нашел. Привет, если мне нужен. Да вас тут целых два. Кажется, там... У меня тут напал... Кто это такой? Что это за маленькая фигня? Маленький паучок был, что ли? Ух, как хорошо. Как мне повезло. Той, стой, 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 стой. Хорошо, что он скатился в воду и самоликвидировался. Мне так проще. Значит, две раковины у меня есть. Это на амулет. Осталось еще три для улучшения верстака. Ух ты! Ты видел это? Что это такое было? Кажется, нам вон туда стоит сбегать. Пожалуй, мне... Стоит факел убрать. О, порох. Потому что я в пустыне, да еще и с факелом. Мне, видимо, прохладно, да? Убегаем. Нам тут делать больше нечего. Вот это я заберу. А, обычный кокоть? Не, нафиг нам обычный не нужен. Это синяя фигня. Что-то я ее потерял. А, вот-вот. А, что-то спускается. Нифига себе. А, я вот этот шарик смогу использовать потом? Круто. Круто, что это такое. Ой, 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 куда все покатилось-то? Стой, 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 стой. Ну, тут просто ресурсы какие-то. А, кажется, вот это мука. Муку? Муку нашел. Класс. Эй! Эти курицы могли сожрать сейчас то, что мне упало. Надо быть аккуратнее. Блин, где эти колобки с раковинами? Хотя здесь колобков и не должно быть. Они же возле воды в основном. Бегу к воде в надежде, что сейчас тут найду раковины с колобками. А что-то как-то тут вообще нема. Ой, волк. О, ничего себе. Скорпионы долбят волков. Это что-то новенькое. Причем они ему так прилично урона нанесли. Все, сдох волк. А я утопился. Погоди, то есть, когда я плаваю... Ну да, у меня энергия тратится. Если она кончится, то я тону. Я что-то не обращал на это внимание раньше. О, ракушка. Ракушечка. Иди сюда. Ой, курица, прости. Ну ты сама виновата. О-оу. Солнце потихоньку начинает садиться. Это говорит о том, что скоро появится куча злобных монстров. А мне еще две ракушки нужно где-то найти. О, увидел. Аллилуйя. Небеса меня услышали. Бродил такой, бродил и нашел поселение бандитов. А у них тут прикольненько. Ну, я к ним не пойду. Их слишком-то много. Да и сумки у меня уже все забиты под завязку. Осталась последняя ракушка. Я надеюсь, что я сейчас ее найду. Потому что солнце уже почти село. Кажись, нашел. Кажись, нашел. Кажись, кажись, кажись. Вот она. Да. Все, я все собрал. Я все собрал. Ай. От радости получил по щам. Наконец-то. Все у нас собрано. Бежим теперь домой. Смотри, что тут продумано-то. Я сейчас нырну в воду ночью. И мне будет холодно. Видишь, я выпрыгиваю из воды. Мне сразу же холодно становится. Типа потому что я мокрый. Ветерком меня обдувает и морозит. Но сейчас пройдет немножечко времени. Я высохну и мне будет нормально. Чёртовы волки. Сейчас я на них булыжник скину. Блин. Волчар, иди сюда. Ох, сейчас будет. Короче, не на того я накачу сейчас булыжник. Ай, им пофиг. Прикиньте, скелетоном на них прям наехал булыжник. Но им пофиг. Они все равно выжили. Ребята. А, это бандиты. Волка заберите от меня, пожалуйста. Всё, он отцепился. Круто. Какое время тут бандиты появились. Как прикольно светится мой дом на горе. Чувствуется уют и тепло. Ух ты. Ты это видел? Там что-то у меня дома бабахнуло. Банан появился. Крутой. Я хочу, чтобы он был у меня в поселении. Вот что это бабахнуло-то. Значит так. Быстренько собираем всё для прокачки. Мне же ещё надо что-то построить. Так. Банан, давай с тобой поболтаем. Банан. Как бы говорит своим взглядом, я банан. Банан делает вид, будто падает в обморок от восторга. Ага, он не умеет болтать. Он только эмоционально как-то всё показывает. Свои высказывания. Банан зевает. Блин, у него ещё стикер сзади наклеен. Как будто это банан, который привезли из какой-то страны. Значит, у меня всё есть. Я всё собрал. Мраморный блок у меня тоже там есть. Нужно сейчас что-нибудь построить, чтобы до восьмого уровня дотянуть. И всё. Значит, заходим в дом. Нам нужно сейчас тут его немножко обустроить. Верхний этаж я хочу оставить под кровати. Тут у меня будут спальные места. А терраску мы сейчас обустроим под кухню. Кухня у нас на второй этаж переезжает. Поэтому у нас тут будет стол стоять. Где-то здесь. Вот так вот. Дальше обязательно табуреточки, стульчики. Мы их тут тоже ставим, чтобы наши друзья могли тут усесться. И, в принципе, всё. Я прокачал уровень нашего поселения. Можно обгреживаться. Уф. Уф-уф-уф. Все рады? Что, может, станцуем? Мюзка у меня поддержала. Банан такой. Думаю, что вы делаете вообще? Ладно-ладно-ладно-ладно. Что, ты идёшь ко мне? Я тебя хочу позвать. Переезжай в моё поселение. У меня кровати для него нет. Надо сюда. Так. Ну, это будет первый поселенец, который будет жить у меня сразу же в гостинице. Сейчас я ему тут кроватку замучу. Да не простую, а крутую. Вот такую под его цвет. Почти. Он будет спать вот здесь вот в углу. Всё. Всё, 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 всё. Бананза! Ты где банан? Банан, банан. А, он тут сидит. Банан, всё. Переезжай ко мне. Банан думает. Банан радостно улыбается. Да, конечно, заселяйся. Банан поднимает кулак и направляет к своей кровати. Чувствуй себя как дома. Бананчик. Сразу же может его нагрузить работой. Давай поговорим о работах. Только я его заселил. Он ещё даже до кровати не дошёл, а я его сразу... Давай работать. Собирай ресурсы. Всё остальное у меня уже там народ делает. Так, я хочу посмотреть, что там восьмой уровень-то нам даёт. Плюс один к поселению. Ну и новый дом с холодильником. Ой, 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 кушать хочу, кушать хочу. О, отлично. Поправил. Слой здоровья. Это верстак. Мы же для него всё собрали. Песчаный кокоть, мраморный блок, палка из корневяза. Палка из корневяза, надо бы её напилить. Можно прям двадцатку сделать. Дальше мраморные блоки нам нужны. Двадцатку. Но пока там всё это собирается делаться, хочу посмотреть для амулета. Что? Шёлковая нить нужна. Она у меня здесь есть. Вот. И мрамор надо теперь. Делаем этот амулетик, и мне теперь не страшна будет жара. По крайней мере, амулет с жарой первого уровня должен справляться. А, подожди. Давай тогда вот этот вот амулет выкинем, этот вставим. Вот. Мне кажется, мест под амулет больше нет. А что я там ещё могу вставить? Вот это что? Наверное, тут шляпа или броня какая-то. Эй, банан, ты чё? Не надо туда ходить. Иди ресурсы собирай. Там у меня опять кто-то бродит. Кто там? Добычица? А ну выходи. Хватит шариться по моей квартире. Вообще, я пришёл сюда, чтобы тут выкинуть кое-чё. У меня тут пороха целый вагон. Пошли улучшать наш верстак. Погоди. Смотрим на верстак, который у меня был. А теперь он должен быть вот таким. Улучшаем. О-о-о! Редкий инструмент. Изумрудная кирка? Блин, не вовремя я жрать захотел опять. Ничего себе. Вот это у меня верстачок. Давай смотреть. Значит, лесной топор. Как бы, ну, он у меня был. Но не простой лесной. Огранённый янтарь для него нужен. Ага. Кирка. Крепкая кирка из кактуса. А, кактуса. С ней можно собирать камень и эффективно разрушать постройки. То есть, кактус всё-таки можно рубить, но для него нужен редкий топор. Окей. Появились новые амулеты. Бодрящий тотем. Если вы восстановили полный запас здоровья, приносит дополнительное здоровье через несколько секунд. Интересная штука. И амулет здоровья. Он даёт три сердечка. Я надеялся, что тут будет какая-то броня или ещё что-нибудь подобное. Но нет. Чё по улучшениям дальше? Дальше у нас эпический верстак. И тут уже, смотри, какие слитки. Обсидиевый блок. Чешуя ужасня зелёная. А у меня уже есть синяя. Вот такая. Получается, что нужно теперь охотиться на ужасня местного. Тот, который меня вон там в прошлый раз грохнул. О, а ты кто? Прикольный, ребята. Бургермен. Здорово. Привет, меня зовут Бургермен. И мой ответ да. Меня давно мучает жажда приключений. Приятно познакомиться. Всегда приятно видеть новое лицо. Хороший отдых ночью придаст мне сил, чтобы искать еду завтра. Пожалуй, сегодня я переночую в твоём поселении. Ну хорошо. Ткацкий станок я открыл. Так, давай-ка посмотрим, что там я ещё открыл. Ну, значит, у меня есть каменная дробилка. Дальше мне нужно зерно-дробилку. Блин, у меня ещё столько на самом деле оборудования не построено. Что капец. Хочу посмотреть чертёж дома, которого мы открыли. Но не этого, вот этого. Ох, ёлки-палки. Тут уже гараж есть. Круто. Можно тачку туда загнать. Так, я что думаю? Пока у меня тут никто ничего не работает. Нужно забрать гриль. И перетащить его на... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. И перетащить его наверх. Гриль у нас будет стоять, ну, наверное, здесь. Вплотную к забору его жалко не поставить. Гриль я сюда перетащил. Мюзкул уже сразу прибежал. Банан зато тут уже сидит, ждёт, когда ему хавчик кто-то притащит. Теперь мне нужно перетащить весь стол туда, рабочий. Ага. Ага. Я это не могу сломать. Вот это поворот. Обычную разделочную доску не могу сломать. И как мне быть? Наверное, просто стол сломать. Во, всё сломалось. Отлично. О, ты посмотри, какие у меня тут новые заборы появились. Белые, красивые такие. Слушай, я бы тут на самом-то деле вместо стола шлёпнул вот такую бы штуку. Кухонный шкафчик, типа. Может быть, его отсюда начать? Гриль посередине перенести. Гриль тут и сюда что-нибудь вот такое вот. Дайте свет, пожалуйста. Во, уже похоже на кухню. Тут есть и шкафчики, куда можно жрачку запрятать. Теперь здесь нужно поставить разделочную доску. Я совсем забыл про туалет. Точно, тут же нужно будет туалетную комнату ещё организовать. Как я про неё забыл? Она будет у меня, скорее всего, на первом этаже. Вот, разделочная доска. Значит, она у нас будет тут. Дальше у меня появились вот такие приблуды, типа соль, перец и кухонные всякие принадлежности. Их нужно поставить на стол посерединке тут. Прям вот желательно посерединке. Посерединке не получается. Ладно, пусть так стоит. Я бы ещё поставил кухонную утурь вот сюда вот на стол. Но я ещё не умею делать слитки. Блин, надо решить вопрос со светом, а то тут совсем как-то тухло. И у меня есть вариант, пока что временный, из лиана его сделать. Жалко, я его, конечно, на стенку прилепить не могу. Придётся поставить здесь и здесь. Вот. Сейчас я свой факел уберу, посмотрю, как тут. Ну, это получше. Так хоть какое-то освещение. Как тебе, Бургермен? Нравится тут? На самом деле, я могу кого-нибудь отсюда уволить из стареньких, но так не хочу. Я к нему уже привык. И взять Бургермена, но, слушай, мне банана хватает, на самом деле, от этого чудика. Бургермен тоже чудик, поэтому смысл мне двух чудиков иметь в поселении, правильно же? Нужно придумать, где у меня будет ванная комната. Ванную комнату... Мне в комментариях писали, сделать под лестницей свою комнату, но нет. Нет. Возможно, под лестницей будет правильно сделать ванну. Хотя тут окна будут подглядывать, это как-то не круто. А нам нужно уединение, поэтому я выберу вот этот уголок. Здесь у нас будет ванная комната. Ха, прикол. Я здесь не могу поставить стенку, потому что стенка у нас выше из-за пола. Так, подожди, а если вот эту стенку... А вот эта стенка ставится, это как перегородка, и она тут влазит. Ну, тогда давай ее сделаем кирпичной, что ли. Блин, я хотел поближе к окну сделать, но из-за окна не строится. Поэтому делаем так. Ну, в принципе, для туалета здесь пойдет. Я, кстати, сейчас только обратил внимание, что у меня вот эта стенка, она совпадает с этой. То есть внутри у меня отделка под кирпич, а снаружи отделка под древесину, да, под бревно. Ну да. Ясно? Тогда все сходится. Но не сходится то, что у меня нет дверей. Они как бы есть, но вот эти двери, я же их не поставлю правильно. Из-за пола. Сюда я могу поставить только арку, но и то даже арка сюда не влазит, поскольку она слишком широкая. Ладно, короче, и пока не буду морочиться, может дальше у меня что появится, откроется. Поставлю здесь так, туалет, ванну, пускай используют. Так, ванну я поставлю, наверное, вот тут вот, у входа прям-таки. Жалко, прям к стенке не получается поставить. Очень обидно. То есть, вот, максимум вот так вот можно поставить, а я хочу вот так. А так не ставится. Зараза. Ну хорошо, вот у нас тут лего даже, вон, видно, написано. Тут у нас будет унитаз в краешку. Такой унитаз маленький, да что? Кто на такой унитаз будет ходить? Ну и ванну можно еще построить, но для нее мрамора надо побольше. Ну, я думаю, что пока что мы этим обойдемся. Как-то до этого жили без ванны и туалета. Ванна потерпит. А, да, забыл освещение в ванну добавить. В ванную комнату. Давай, давай, где поставить-то ее? Давай здесь и здесь, возле туалета. Вот. Ну, вроде бы симпотно все пока выходит. И я думаю, что на сегодня мы закругляемся, так как очень много бродили по пустыне. Пора отдохнуть. Поэтому, если ты ждешь следующих роликов по этой игре, то не забудь подписаться, поставить лайк прямо сейчас, спускайся вниз, ставь лайк под видео, подписочку, если ты еще этого ранее не сделал. И тогда мы увидимся с тобой в следующем видео. Так что, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok